Творчество жителей нашего округа Николая Зыкова не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых. Да и сам он получает нескрываемое удовольствие от того, чем занимается. Когда в детстве соседские мальчишки играли в солдатиков и машинки, Николай предпочитал кукол. Играл, играл и доигрался до собственного кукольного театра. Домашний кукольный театр у меня был. В пять лет меня отвели в театр Образцова. И представление там очень смутно, как бы на меня особое впечатление не произвело. А вот музей кукол из разных стран, таких очень красивых, необычных, произвел очень сильное впечатление этот музей. И как-то это в душу запало. И со временем вот это увлечение кукольным театром, оно продолжилось. И в 11 лет я пошел в кукольный детский кружок. В первых спектаклях не участвовали куклы, созданные руками будущего мастера. Николай просто присоединял нитку и проволоку к обычным детским игрушкам. А потом показывал забавные представления родителям и младшей сестре. Но в процессе обучения уже стали появляться авторские куклы, ставшие первыми актерами его кукольного театра. Там занимался шесть лет. То есть это очень много. Где мы учились делать кукол, делать номера и выступать с ними на сцене. То есть как бы я прошел вот эту всю-всю школу. А потом просто я видел, что куклы мои людям интересны. Если бы было людям неинтересно, я бы этим бы не занимался. В 80-м году отобрали мои номера на Олимпиаду 80. И, так скажем, 80-й год из создания уже первого моего номера собственного, который я сам придумал, Большой динозавр, он там выступал. И вот это как бы был ключевой поворотный момент для того, чтобы уже серьезно этим заняться. Николай прекрасно помнит свои первые работы. Правда, на вопрос, какая же кукла была первой, ответить затрудняется. Так как не совсем понимает, какую именно из них можно считать первой. Если домашние куклы, то я брал там резинового медведя, к нему проволоку приделал какую-нибудь, и этот медведь выступал теоретически. Это уже кукла по определению. Куклы, которые были сделаны уже в кружке, опять же, какая собственная? Сначала мне дали готовые заготовки какого-то козла я там делал. Для басни, значит, квартет, который там они не могли сыграть, ноты не знали. Вот какой-то козел. Потом, допустим, была первая кукла, которую я делал оригинальную, как бы свою, сам ее украшал. То есть то я делал уже полностью под руководством. Потом у нас был цыганский хор. Я делал своих цыган. Были два цыгана, не сохранились мужчина и женщина. Цыгане для того, чтобы они выступали вот в этом большом таком цыганском тавре. Но все-таки динозавр, которому посчастливилось принимать участие в Олимпиаде 80-го года, как-то ближе сердцу мастера. Дело в том, что он был его первой самостоятельной работой. Но он, как говорит Николай, сохранился условно. Дело в том, что после успеха на Олимпиаде 80 в культурной программе, я не смог его сразу увезти и оставил там в шкафу. Но, соответственно, видимо, после Олимпиады все тщательно вычищали, чтобы ничего не осталось, видимо, никаких материалов. Короче, его выкинули. Потому что он был из мешковины, он был сделан из таких... И, во-первых, он в разобранном виде. Непонятно, что это динозавр. То есть он был утерян первой. Но потом полностью я его восстановил по той же схеме. То есть номер, я считаю, что это тот же. Но это уже 83-й год. Восстановил уже он блестящий, серебряный. И с 83-го года это оригинальный динозавр, которому, конечно, чешую менять приходилось пару раз. Так от куклы к кукле рождались идеи новых постановок. Иногда сначала появлялась идея куклы, а потом придумывался номер. Так или иначе, кукольная семья разрасталась. И однажды Николаю поступило интересное предложение. Один человек предложил собрать всех кукол и показать их вместе. Это даже была не моя идея. Меня тогда по телевизору показывали. Говорят, вот давай, собирай всех кукол, динозавра в конце. И мы покажем, соберем людей, соберем зрительный зал. И это было на космодроме Байконур. Городской дом офицером, дворец культуры имени Ленина он официально назывался. И действительно, они собрали три концерта подряд. Народ с удовольствием пришел. И так состоялся первый концерт. С таким большим форматом молодому кукольнику никогда не приходилось работать. Чтобы перестраховаться, он пригласил к себе помощников. Ведь у человека всего две руки, в отличие от некоторых кукол театра Зыкова. К тому же работу с куклой на сцене Николай не доверяет никому. Потому что только он может найти подход к каждой из созданных им кукол. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уникальный театр Николая Зыкова существует уже 26 лет. За это время сложно сказать, сколько раз куклы и их создатели выходили на сцену. Но количество стран, куда приглашали кукольника и его дружную компанию, уже больше 35. Дело в том, что все поездки незаменимы, неповторимы. Два раза в одну реку не войдешь. Даже есть страны по три, по четыре раза. Все равно каждая поездка разная. Для нас из самых свежих, конечно, дорога поездка в Китай. В Китай вообще с куклами попасть не так просто. Они считают, что у них свои кукольники есть, очень хорошие, разные. Зачем им иностранные кукольники? Но вот они стали проводить международные фестивали, будут конгресс международный проводить. И вот на второй международный кукольный фестиваль мне удалось попасть, там выступить, получить награду за инновации в искусстве. Они вот решили так это отметить. Вот это и приятно, и хорошо для кукол. Николай Зыков имеет в запасе множество технических сюрпризов, которые приносят успех его представлениям. Он использует новые материалы, технологии, изобретает новые конструкции управления и строения кукол. Но кукла, которая завоевала сердца зрителей разных стран, была создана 30 лет назад, без применения технических инноваций. Есть королева диска, которая, то она 81-го года рождения, которая звезда такая, удивительно имеет успех уже, соответственно, 30 лет. Во всех странах, и в далекой Исландии, и в тоже на Южной Африке, в жаркой, где привели школу целую, они там на ушах все стояли. И радовались свои родственницы прекрасные, выступающие на сцене. То есть самые разные народы. Америка, там Россия, какая-то глубинка России. То есть везде эта кукла воспринимается с особым каким-то интересом. В труппе театра Зыкова на сегодняшний день более ста кукол. И все они живут в чемоданах на стеллажах. Говоря о своих актерах, Николай называет их просто. Паук значит паук, динозавр значит динозавр. У кукол почему-то нет собственных имен. Это вопрос для исследователей театра, почему нет собственных имен у кукол. Как правило, нет. Паук и паук. Там он не паук Вася, не паук Федя. Почему-то он просто паук. И, может, и мне надо заняться более глубоким исследованием. Может, психологи что-то как-то объяснят. Почему-то нет собственных имен. Хотя вот есть кукольники, которые, там, пианист, густав, вот, дают обязательно имена своим куклам. Ну, я, так как я действую, мое творчество интуитивно и естественно, то как бы я специально не даю им имена. Но есть пара кукол с именами, и все. И остальные все равно гусеница, она все равно гусеница-марсианин, он-марсианин. И, ну, не пренебрежно как-то не прилипляется к ним имена. Но все-таки один персонаж откликается на имя. Это создание зовут Желток. Так назвали его дети. Имя прижилось, а сам Желток уже на протяжении долгих лет зачастую выходит на сцену первым, открывая своим появлением шоу-программу. Субтитры создавал DimaTorzok Назвали дети. Это дети назвали еще. Плюс зрители сами дают имена куклам. И он был Желток. Я хочу сказать, что он не только... Вот его история, как для ведущих утренней почты была, он был придуман, сконструирован. Потом он выступал в этой композиции. А потом в 95-м году я в течение года вел передачу «Праздник каждый день» детская. И режиссер взяли вот как раз Желток, вот в виду. То есть его судьба быть ведущим детской телевизионной передачи как бы осуществилась. Он был там персонажем, именно ведущим. Сейчас Николай работает над созданием нового радиоуправляемого шоу. Сам придумывает образы, конструирует механизмы и, конечно же, сам создает кукол. И придумывает сценарий. Для меня важно, чтобы его заметили, чтобы на него обратили внимание. Потому что ничего подобного, при всей внешней простоте, при всей кажущейся схожести с радиоуправляемыми игрушками, на самом деле это совершенно новый вид искусства, сценического, театрального, с новыми возможностями, где я раскрываю новые возможности этих кукол. Каждый миниатюр, он раскрывает новые возможности. Для меня вот это как бы сейчас главное, чем в творческом плане, что меня интересует. Ну, не знаю. Наверное, я хочу, чтобы мои куклы были интересны. Вот это, наверное, моя мечта, чтобы они были востребованы. И вот и всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok